То, что вы видите на своих экранах, так и называется огненная скульптура. Делают ее из глины сразу над самодельной гончарной печкой. Статуя служит трубой. Печи раскаляют до 1300 градусов и почти сразу же показывают зрителям. Конкретно эту скульптуру сделали рязанские мастера. Как говорят, жизнь огненной скульптуры 15 минут. То есть, когда она вот эта раскаленная, открывается кокон, в котором мы ее заматываем, чтобы она обожглась, и она горит. Она работает как светильник. Мы кидаем опилки, в это время сноп искр. Это вот такое огненное шоу. По замыслу, горящая скульптура – это фигура двух влюбленных, между которыми расцветает древо жизни. Эта работа совсем свежая. Ее рязанцы изготовили в Суздале буквально неделю назад. Чуть раньше, в июне, на Вологодском фестивале тоже было жарко. Это цветок папоротника. Рязанцы слепили его вместе с коллегами из Кирова. У северян была фигура птицы-сирен. Работа неслажена, на свежем воздухе. Любой зритель мог подойти и рассмотреть в деталях процесс, который занимал не один день. Изготовление скульптуры примерно занимает 3-5 дней. Лепка, дня 4 уходит на сушку, ну и один день обжига. Виктор и Наталья работают в паре. Мужчина преимущественно трудится над формами. Он в гончарном теле больше 20 лет. Раньше, говорит, тянуло к живописи, но попробовал поработать с глиной и ему понравилось. Теперь любовь в живописи вылилась в декорирование форм. Наталья же больше работает над росписью. Вкупы у рязанцев получается создать незабываемые творения. Это не только огненные скульптуры, которых уже 4, но и фигуры разных форм. Это глиняная свистулька называется окарина. У нее несколько дырочек, и она может быть самостоятельным музыкальным инструментом. Что еще в ней интересно? Она расписана ангобами. То есть это не глазурные клараски, они вот не блестят, но они цветные. А Карина, как и все, в комнате работы учеников-керамиста. Помимо того, что вместе с Виктором они покоряют красотой своих работ чужие регионы, Наталья еще и преподает у детей от 3 до 9 класса. Эти фигурки – легко узнаваемые литературные персонажи. Впрочем, есть кое-что посерьезнее, например, история из жизни. Памятник Евпатию Клаврату вместе с автомобильной пробкой на улице Ленина. Мне вот как педагогу очень помогает то, что я работаю как художник. Вот, например, меня интересует какая-нибудь тема, вот я просто у себя в мастерской делаю эту тему, и я эту же тему приношу детям. И мы вот вместе, ну то есть то, что у меня горит, то я им и тоже даю. Учебный год вот-вот начнется, и скоро в этих помещениях полных застывших фигурок появятся как новые, так и бывалые ученики. А их преподаватели и лаборанты параллельно с обучением будут готовиться и к предстоящим конкурсам, один из которых пройдет совсем скоро в Скопине, и рязанцы обещают снова всех удивить. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город».